Всем привет! Недавно мне поступил заказ приготовить цыпленка тапака. Как такового я еще его не готовил на своем канале, и поэтому нужно восполнить этот пробел. Впервые я поел цыпленка тапака, не помню уже в каком году, в 78-м, может быть, в 79-м, это было в городе тогда еще Джамбу, в аэропорту, в ресторане. Ну тогда мы с мамой наели на 33 рубля. В принципе, нормально, ее хватило немножко шок при оплате, но тем не менее. Цыпленок мне понравился, и сегодня я его приготовлю. Заехал я в магазин, как раз была подходящая курочка. Она, конечно, по сравнению с цыпленком слишком крупновата, но, в принципе, вполне можно приготовить. Я не стремлюсь к идеалу цыпленочка по 500 грамм. Здесь чуть больше килограмма. Последующие действия. Курицу распаковал, обтер бумажной салфеткой, обсмолил, ну не люблю я перья. Вырезал копчиковую железу. Если кто-то гуску не ест, можете вырезать полностью с гуской. А в моей семье за гуску могут и глаза выцарапать, поэтому я ее оставил. Вырезал только копчиковую железу. Она несъедобна и имеет неприятный запах. На данном этапе с курицей у меня все. Следующий шаг. Один литр воды, и в него я добавил 30 грамм соли. Зиповский пакет. Отправляю курочку в него. Заливаю соляным раствором. Закириваю, как говорят турки, закириваю. Так, чтобы воздух немного вышел. И отправляю в холодильник на 24 часа. Завтра приду с работы и сразу буду ее готовить. Всем добрый день, я уже дома. Что сделал я? Курицу заслал из маринада, маринад вылил. Курицу тщательно обсушил, разрезал, внутреннюю часть обсушил. Она готова. Как вы будете разрезать курицу, это ваше личное дело. По спине, по груди. От этого суть не меняется. Если вы любите спинку, то режьте по груди. Если вы любите грудку, то режьте по спине. Мне понравилось высказывание российского президента по поводу первой брачной ночи. Неважно, с какой стороны подойдет жених к невесте, главное, чтобы был результат. Ну а тем, кто не определился с этой стороны или с этой стороны, разрезьте просто курицу пополам и будет вам счастье. Теперь разберемся с уставами. Пытать и мучить курицу, если она даже в бывшей жизни была шпионом, не стоит. Она вам все равно уже ничего не скажет. Вот здесь находится у нас устав, и при помощи кулака мы их просто-напросто ломаем. Все, готово. Курочка у нас уже вся твоя. Кости у нее не переломаны. Она прекрасно выглядит. И теперь мы ее обжариваем на сильном огне. Сковорода у меня уже горячая. Маленькое правило. Если вы собираетесь жарить мясо, то для начала разогрейте хорошо сковороду. И только после этого добавьте масло. Сэкономите энергию, и масло не будет звязким. Для обжарки этой курицы я буду использовать два масла. Одно растительное, а другое топленое. Если я добавлю нормальное масло, оно будет гореть. То есть сыворотка будет гореть. И чтобы этого не случилось, масло протапливаем и избавляемся от сыворотки. Да, и с маслом сливочным вкуснее. Как делается топленое масло, есть на канале. Ссылку я для вас оставлю. Добавляем масло растительное. Добавляем масло топленое. Обжариваю курицу со стороны кожи. Сверху крышку. Вот чтобы в антретписьюн вам не мешал. Сверху маленькую сковородочку или тарелку. И сверху гантелю. У меня 7,5 килограмм. Но если у вас дома из спортивного инвентаря только шахматы, игральные карты и спортивные штаны, то просто возьмите 4 или 5 литровую кастрюлю, наполните водой и вместо гантели сверху. Жарю курочку до золотистой корочки. Минут 10. Вот буквально через 8 минут я проверяю, насколько курица у меня уже обжарилась. По рукам меня за это никто не даст. Так что имею право посмотреть. Переворачиваю курицу. Мне все нравится. И готовлю дальше. Очень важный момент. Я говорил, что курица у вас должно быть хорошо обсушена. Иначе масло будет брызгать и вам обожжет руки. Разбираю конструкцию и проверяю курицу на готовность с обратной стороны. Точнее на колер. Меня немного не устраивает. Я дам ей еще буквально 2 минутки поготовиться. Я уже включил свою мини духовку на прогрев на 230 градусов вверх-вниз без конвекции. Курица с обеих сторон выглядит прекрасно. Пока духовка разогревается, я подготовлю маринад. 2 чайные ложки аджики. Аджики уделал я сам. Есть у меня на канале, ссылка под видео. Если у вас есть проблема с имением аджики в холодильнике, то можно прекрасно купить вот такой стручковый жгучий перец, измельчить его, раскалить растительное масло и этим горячим маслом залить, посолить и будет у вас ничуть не хуже. Затем я добавляю 5 столовых ложек пассерованных помидор, буквально чайную ложку копченой паприки. Ну просто мне нравится этот запах. Да и цвет прекрасно придает. Немного кислоты, буквально пол лимона. Столовую ложку сахара, соль по вкусу. Я во многих своих видео довольно часто говорю, что 3 компонента соль, сахар и кислота это уже успех. Единственное, что нужно, это выбрать правильные пропорции. Массу перемешиваю. Я специально до обжарки курицы не стал ее обрабатывать маринадом, потому что маринад на сковоре при высокой температуре будет гореть, а мне этого совершенно не нужно. Чеснок пока я не добавляю. Ну и обрабатываю курицу маринадом. Ну и чтобы не тянуть кота за его колокольчики, обрабатываю сразу и вторую сторону. И лайфхак от меня. На внутреннюю сторону курицы я добавляю 2 ложки жирной 30% сметаны. Потому что сметана с этой стороны не даст нам подсохнуть курочке, а с другой стороны она не нужна, потому что там находится кожа. Да, как я вижу, 2 ложки было много, достаточно было бы всего 1 ложки сметаны. Противень я уже выселил пекарской бумагой и отправляю на решетку курицу. Отправляю курицу выпекаться при температуре 230 градусов вверх-вниз 10 минут. Затем я курицу переверну. Ну вот, чтобы вам было все более-менее понятно, вот так все это дело выглядит. 230 градусов вверх-вниз. Сам я никуда не убегаю, смотрю и слежу за процессом. Вот такой вот у нас результат получился. Теперь я курицу переворачиваю и отправляю ее далее готовиться. При той же самой температуре 230 градусов вверх-вниз еще 15 минут. Но несмотря на все мои рассказы о температуре, вы все-таки ориентируетесь на свою духовку. Да, и имейте в виду, что нужно чем-то жертвовать, потому что грудка приготовится быстрее, чем ножки и крылышки. Ну и теперь контрольный выстрел в голову. Чеснок, который я уже предварительно натер на терке. Сюда я добавлю сливочное масло, можно добавить растительное. Перемешиваю. И теперь весь этот аромат наносим на курицу. Курица горячая и запах от нее идет неимоверный. Курицу переворачиваю и смазываю с другой стороны. Если кто-то мне скажет, что он видел, что цыпленка-то пока где-то лучше, сбросьте ссылочку. Касаемо зелени к этой курице, здесь на ваше усмотрение. Я предпочитаю кинзу. Не любите кинзу, возьмите петрушку, возьмите базилик, лук-резанец. Посыпаю курочку зеленью, она готова. И теперь я покажу в разрезе грудку. Если показывать на камеру я не буду, потому что я отношусь к тем людям, которые, ну как в той туркменской поговорке, когда человек пьет, его даже змея не кусает. Так вот и я, если я ем, то чтобы меня ничего не беспокоило совершенно. Курица еще очень горячая, поэтому я пользуюсь салфеткой. Вырезаю грудку. Ну вот, просмотрите, курица сочная, все пропеклось. С чем подать такую курицу? Можно к ней приготовить аджап сандали. Легко запомнить, почти как аджать сандали. Этот рецепт есть у меня на канале, ссылочку я вам оставлю. По поводу соуса к этой курице, также оставлю. Да, по скриптам да забыл. Помимо овощей, прекрасно рис или картофель. Ну вот и все.